У российских аграриев появилась новая народная забава, или можно даже сказать азартная игра, успей оформить с ДИС, пока работает в ГИС. С 1 сентября в России была запущена государственная информационная система прослеживаемости зерна. В нее сельхозпроизводители обязаны вносить сведения обо всем собранном урожае. Но сделать это удается не всем и не с первой попытки. Система зависает, выдает ошибку и всячески противится поставленной государственной задачи. Судя по отзывам в официальном телеграм-канале в ГИС зерно для фермеров, главам хозяйств и их бухгалтерам теперь приходится часами просиживать у монитора или обрывать телефон горячей линии, спрашивая, когда же система наконец восстановится. Сибиряки в чате пишут, что пока центральная Россия дрыхнет, они все-таки успевают документы оформить. А потом европейская часть РФ просыпается и обваливает в ГИС зерно. Звучат также предложения отправлять с ДИС голубиной почтой, всяко быстрее прилетит. В общем, хороший у нас народ с юмором ко всему относится. Но ни Минсельхоз, ни Центр агроаналитики технические сбои публично не комментируют. Цены на пшеницу перестали падать в Центральной России, а на юге они даже выросли, сообщает аналитический центр Русагротранса. В глубоководных портах тонна мукомольной пшеницы подорожала на 250 рублей. На южных элеваторах она подорожала на 200 рублей. Конечно, этот рост практически незаметен на фоне многонедельного обвала, но есть надежда, что дальше мы пойдем только в плюс. В прошлом выпуске мы говорили, что вывоз зерна в июле-августе был весьма скромным. Аналитики рынка рассчитывают, что в сентябре экспорт ускорится. И против 3 миллионов 650 тысяч тонн пшеницы трейдеры смогут вывести 4 миллиона 100, 4 миллиона 300 тысяч тонн пшеницы. В сентябре прошлого года, кстати, было экспортировано 4 миллиона 700 тысяч тонн, напомнили в Русагротрансе. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% не превышают 310 долларов за тонну ФОП. Премия за качество составляет 20-25 долларов. Пшеница с протеином 11,5% стоит 285-290 долларов за тонну, приводят данные Русагротранс. Издание Коммерсант выяснило, что в результате геополитических сложностей, которые тормозили экспорт в июле и августе, изменилась и структура главных экспортеров. На вершине списка по-прежнему остается РИФ и Астон, а вот объединенная зерновая компания вдвое сократила отгрузки по сравнению с началом сезона в прошлом году. В компании это объяснили последствиями антироссийских санкций. Неожиданно на 10-м месте оказалась и Деметра. Видимо, по той же причине. Журнал «Агроинвестор» узнал подробности об ограничении импорта семян, которое несколькими неделями ранее анонсировала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Согласно проекту постановления правительства, которое разработал Минсельхоз, квота на импорт семян коснется картофеля, подсолнечника, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сой, рапса и сахарные свеклы. Квота будет действовать до конца 2022 года. Ее объем определит Минсельхоз вместе с ФАС и Минэкономразвитие. «Агроинвестор» пишет, что в документе предлагается запретить возить семена указанных агрокультур из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии. Но мы признаемся, этот документ на сайте не нашли, поэтому не можем сказать, будет ли установлен полный запрет на ввоз семян из стран Евросоюза или все-таки Минсельхоз предложит квоты. С 2019 года у нас в стране появилась новая категория аграриев – самозанятые. По сути, это личные подсобные хозяйства, которые платят налог в 4%. Государство, в свою очередь, предлагает самозанятым разные приятные бонусы. На прошлой неделе ЛПХ, например, дали право на торговые места во временных павильонах и на ярмарках выходного дня. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь у ЛПХ появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят – молока, мясо, овощи и зелени. А у потребителей – возможность приобрести продукты по доступным ценам, говорится на сайте Кабмина. Это еще не все. Правительство планирует ввести ЛПХ в список получателей льготных кредитов – краткосрочных или даже инвестиционных. Брать займы по ставке до 5% они смогут на тех же условиях, что и фермерские хозяйства. Ранее владельцев ЛПХ в статусе самозанятых приобщили к получению некоторых субсидий. Все эти меры в комплексе послужат стимулом к ускоренному росту АПК, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Молочные заводы, которые несколько лет боролись с маркировкой продукции и объясняли это колоссальными затратами на оборудование, смогли добиться субсидий. С 2023 года государство компенсирует им 70% затрат на закупку и установку оборудования для маркировки. Об этом сообщила пресс-служба правительства. В условиях санкционного давления очень важно оперативно реагировать на запрос аграриев и донастраивать существующие меры поддержки, отметила Виктория Абрамченко. Какая сумма будет выделена на компенсации, пока не сообщается. В ассоциации «Союз молоко», которая объединяет производителей и переработчиков, сообщили, что затраты на введение маркировки оцениваются в 12,2 миллиарда рублей. В том числе почти 9 миллиардов рублей требуется на новое оборудование. Кроме того, заводы ежегодно тратят от 9 до 15 миллиардов рублей на закупку кодов маркировки. С одной стороны, хочется порадоваться за переработчиков молока, теперь государство финансово поучаствует в системе, которую им навязало. Но с другой стороны, мы все понимаем, если бы правительство не вводило маркировку, а ограничилось довольно эффективным «Меркурием», то никаких субсидий сейчас не потребовалось бы. Вернемся к растеневодству. Следующая новость демонстрирует, как чиновники на уровне региона стараются разгрести проблемы, созданные федеральными органами власти. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к банкам с предложением давать аграриям кредиты под залог собранного урожая. Как сообщает пресс-служба администрации региона, это позволит аграриям пополнить оборотные средства для проведения посевной кампании. Для подготовки к предстоящей осенней посевной сельхозпроизводителям нужны существенные средства, которых у аграриев по объективным причинам недостаточно. Они еще не успели продать только полученный урожай, заметил Вениамин Кондратьев. Поэтому мы решили обратиться к банкам с инициативой кредитовать фермеров под залог собранного урожая. Погасить заем они смогли бы сразу после реализации продукции. Захотят ли банки брать в залог такой рискованный актив, как зерно, которое невероятно обесценилось в результате воздействия пошлин? Или, может, его возьмут, но оценят по минимуму в какие-нибудь 4 рубля за килограмм? Вряд ли с такими кредитными продуктами банки успеют к озимому севу, который, кстати, уже начался, если говорить о рапсе. Но дело не только в этом. Очень страшно слышать, что на Кубани, в житнице России, у сельхозпроизводителей не осталось залоговой базы даже на оборотные кредиты. Что тогда говорить о других регионах? Если же деньги на осенний сев у вас все-таки есть, будьте осторожны при покупке удобрений. Российская ассоциация производителей удобрений предупреждает, что в стране появились мошенники, которые называют себя представителями Всероссийского объединения поставщиков минеральных удобрений «Агросоюз». РАБУ предупреждает, что в Едином государственном реестре юрлиц организация с указанным названием не зарегистрирована. О случаях мошенничества можно сообщать в ассоциацию по почте info.sobaka.rapu.ru А теперь рубрика импортозамещения. Петербургский тракторный завод вложит 10 миллиардов рублей в производство ведущих мостов для сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, сообщает коммерсант. Половину этой суммы он получит в виде займа от Федерального фонда развития промышленности. В ПТЗ объяснили, что поставки комплектующих из-за рубежа, речь идет о комплектующих трансмиссионной группы, которые производятся в странах Европы и Юго-Восточной Азии, не обеспечивают предприятию бесперебойную работу, поэтому лучше выпускать ведущие мосты внутри страны. Единственный нюанс – новое производство будет запущено только в конце 2024 года. Предыдущая новость, как и другие связанные с импортозамещением, наверняка заставила вас задуматься, есть ли у нас в стране что-нибудь свое без заграничных составляющих. На этот вопрос в интервью РИА Новости ответил исполнительный директор Ассоциации РУСПРОД Союз Дмитрий Востриков. По его словам, в качестве продуктов, произведенных полностью на российском сырье, можно назвать хлеб, соль и крупы. А вот овощи эксперт считает наиболее импортозависимой категории за счет семян, удобрений, средств защиты растений и техники. Но расстраиваться из-за этого не стоит. Глобальная интеграция неизбежна. А чтобы не отпускать вас в плохом настроении, мы решили показать несколько кадров со дня поля наутил, который мы провели в Боковском районе Ростовской области. После осмотра сейлок прямого посева, после разговора о том, как возделывать разные культуры по технологии наутил, мы провели наших гостей в Каргинский исторический музей, где гости посмотрели школу и даже поиграли в настольный футбол. Ну бей, 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 красный, красный, огоним жесть. Так что, друзья, не отчаивайтесь. Какие бы тяжелые не были времена, они обязательно пройдут. Главное, чтобы рядом с вами были ваши коллеги, друзья, те, с кем вы можете обменяться опытом, те, кто протянет вам руку помощи, на кого можно опереться. На этом наш выпуск завершен. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что вас волнует, можете перечислять донаты. Приходите в нашу группу в Телеграм и, конечно, вступайте в Клуб Агрознотоков. С нами весело и полезно. До следующей недели! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!